Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Вабон Гейбс. Вот мы и подошли с вами к главному матчу нашего виртуального кубка Гагарина. Хочу еще раз вас всех поблагодарить за ту поддержку и актив, который вы давали этой рубрике. А если вы под этим видосом наберете 2500 лайков, то я в ближайшее время запущу новый проект, связанный со сборной России. Ну а в финале, как вы знаете, встретились две сенсации этого сезона. Команды, которые первыми отказались продолжать борьбу в реальном кубке Гагарина. Это Борис из Казахстана и Йокерет из Финляндии. И впервые в истории кубка Гагарина в финале сойдутся два клуба не из России. И как по мне, это очень круто. Но кто бы мог представить, что именно эти два коллектива дойдут до главного противостояния. Даже сами болельщики этих команд с трудом представляли, что их любимцы смогут одолеть фаворитов. Но плей-офф получился непредсказуемым и это замечательно. Вас же я хочу попросить написать прямо сейчас в комментариях, кто по вашему мнению является фаворитом этого финала и у кого больше шансов на победу. Всего между собой в реальной истории команды встречались 11 раз. При этом Борис 7 раз одержал победу и 4 раза сильнее был финский клуб. Я также хочу попросить поделиться этим видео и таким образом помочь мне в развитии канала. Еще напоминаю, что помогает мне делать эту рубрику замечательный парень по имени Дамир, у которого на канале стартует новый проект под названием «Ладу в КХЛ». А еще в честь тысячного подписчика он разыграет свитер сборной России. Поэтому переходи по ссылке в описании к нему на канал и передавай привет от вабончика. Друзья, я знаю, что многие из вас занимаются спортом и естественно стремятся быть номером один в своем деле. А для того, чтобы быть номером один, нужно выигрывать. Именно поэтому компания OneWin это твой лучший друг. Сегодня я по-крупному заряжаю на матч Бундеслиги между Фрайбургом и Боруссией из Мюнхенгладбаха. Естественно, с огромным коэффициентом 1.82 ставим на победу гостей. И я думаю, моя двадцатка в ближайшее время превратится в 36,5 косарей. Вы же можете перейти на сайт по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрироваться по промокоду ВАБОН для того, чтобы получить двойные бонусы. То есть, если вы положите пятерик на счет, то плюс 10 вам сразу прилетает. И такое уникальное предложение вам больше ни один БК не сделает. Скрытых комиссий нету и бабочки снимаются в любой валюте и на любой удобный вам кошелек. Бегом по ссылочке в комментариях и пользуйтесь промокодом ВАБОН. Серия, как вы понимаете, стартует в Казахстане. И, конечно же, местные болельщики и приличная фан-группа финского коллектива заполнили Борис-Арену битком. В первом периоде команды вкатывались в это противостояние и находили подходы друг к другу. Поэтому моментов было немного, но однажды шайба угодила в штангу ворот Йокерита. Второй период проходил в более высоком темпе и в достаточно равной борьбе. Но все же в середине этого отрезка гости смогли открыть счет. Сделал это Иконин. Борис побежал отыгрываться и все оставшееся время до конца периода хозяева имели преимущество, но забить не смогли. А вот в начале третьей части матча Видаль сравнял счет с передачей Найтан. И по идее после забитой шайбы казахстанцы должны были взять инициативу в свои руки. Но все произошло наоборот и финский клуб имел подавляющее преимущество в остатке встречи. Но больше поразить ворота по скуале им не удалось. И первая же игра уходит в овертайм. И в самом начале овертайма Йокерит получает численное большинство, но воспользоваться им финны не смогли. И стало понятно, что оба коллектива прилично нервничают и боятся сделать ошибку. В итоге это приводит к потасовке между Маклюковым и Реген. Драка получилась очень яркой и тактичной, а решающий удар оказался на счету датского хоккеиста. Но сработала эта драка на пользу Борысу, ведь они получили численное большинство и отлично им воспользовались, в итоге одержав очень сложную волевую победу в первом матче. На вторую игру обе команды вышли сверх мотивированными, и с первых минут пошла упорная борьба. А однажды у гостей был очень хороший момент для того, чтобы открыть счет, но шайба угодила в штангу. А вот хозяева через некоторое время смогли и забить. Это сделал Старченко. За оставшиеся минуты до конца периода было еще очень большое количество хороших эпизодов и у тех, и у других ворот. Но шайб мы больше не увидели в этом отрезке. Весь второй период Борыс играл первым номером и создавал момент за моментом, что в итоге и привело ко второму голу. Но гости в лице Лепеста почти тут же одну шайбу отыграли, и вторая часть игры так и закончилась со счетом 2-1. А вот в третьем пошел открытый хоккей, и команды действительно играли как будто бы без обороны. Так много бросков по воротам я еще ни в одном раунде плей-офф за один период не видел. На последних минутах Йокерит естественно снимает голкипера и устраивает штурм. Но казахстанцы отбились и выиграли второй домашний матч, поведя в серии со счетом 2-0. Вот мы и перебрались в Хельсинки, на Хартвелл-арену, где хозяева должны доказывать своим болельщикам, что не случайно оказались в финале Кубка Гагарина. И в первом периоде у финского клуба далеко не все получалось, а инициативой в основном владели гости. Но все же ближе к концу периода Фильстром здорово сыграл на отскоке и вывел свою команду вперед. Второй период начинается с попадания гостей в штангу, после чего мгновенная передача от борта возвращает ее на пятак и гости сравнивают счет 1-1. И до конца второго периода Борис вновь играет увереннее. Именно гости были ближе ко второй шайбе, но счет остался прежним. А вот после перерыва игра была уже на равных и многое зависело от того, кто же все-таки следующим отправит шайбу в ворота соперника. И это сделал Савинайни своим точным броском мимо Паскуаля. А еще буквально за минуту до конца периода Норман с передачи Дженсона увеличил отрыв хозяев и Йокерит выигрывает первый домашний матч. Четвертая игра становится невероятно важной для обоих коллективов и гости первыми открывают счет. Вправду арбитр тут же показал, что была помеха вратарю и взятие ворот отменили. На это хозяева ответили уже правильным голом Савинайнина. А еще через несколько минут уже Контиола делает разницу в две шайбы. Дальше больше и третье взятие ворот на счету Дженсона. Но гости сухими уходить на перерыв не собирались. И через пару минут Найт одну шайбу отыграл. А буквально за 30 секунд до конца периода еще один гол влетел в ворота Калнинша. А когда прошло буквально три минуты после начала второго периода, мощный, а главное точно щелчок удался Линусу Виделю. И счет сравнялся. Но это было еще не все. На восьмой минуте Дмитрий Шевченко вновь расстраивает трибуны, впервые выводя свою команду вперед в этой встрече. Хозяева долго не горевали. И почти сразу он Нил счет сравнял. 4-4. Если вы думаете, что команды остановились на этом, то вы сильно ошибаетесь. Потому что еще через минуту Йокерет вновь выходит вперед. А еще через минуту Найт снова его сравнивает. Думаю, вас не удивит, если я скажу, что еще через три минуты финский клуб вновь вышел вперед. Именно так и закончились 40 минут игры. Сумасшедшие игры. А в третьем, кстати, периоде почти ничего не поменялось. В самом начале хозяева забивают свою седьмую шайбу, а через минуту и восьмую. За пять минут до конца встречи Найт сократил отставание до минус двух. Но большего гости сделать не смогли. А Оксанин еще одну отправил уже в пустые ворота, установив окончательный счет. 9-6. В итоге это стала самая голевая игра за весь розыгрыш Кубка Гагарина. И я думаю, это действительно достойно лайка. Дружище, а ты знаешь, что у тебя есть уникальный шанс стать первым киберспортивным чемпионом в игре Рэгби 20 и выиграть приз в 100 тысяч рублей? Для этого тебе всего лишь нужно купить игру Рэгби 20, в которой очень легко разобраться и зарегистрироваться в ВТБ Киберлиге по Рэгби. Учитывая, что сейчас там не очень большая конкуренция, у тебя есть реальный шанс стать лучшим киберспортсменом в истории этого вида спорта. А также сразиться с лучшими реальными игроками в Рэгби и стать первым абсолютным чемпионом по киберрэгби. А в преддверии старта отборочных соревнований ты можешь следить за промо-турниром среди настоящих рэгбистов и, возможно, подсмотреть у них какие-то тактические фишки для того, чтобы потом их взять и обыграть. Все нужные ссылки находятся в описании и желаю тебе удачи в постижении нового и невероятно крутого вида спорта. И вот он, пятый матч, который начинает все с нуля. Ведь счет в серии равный и даже сложно предположить, кто будет сильнее в итоге. Встреча начинается в очень высоком темпе с большим количеством бросков, но без явного преимущества какой-либо команды. А в середине периода невероятное голевое чутье Дженсона выводит гостей вперед. И после этого финский клуб имел еще несколько невероятно крутых эпизодов для того, чтобы увеличить отрыв. Но им не повезло и сработало правило не забиваешь ты, забивают тебе. Отличился вновь Линус. Который за 4 секунды до конца периода сравнивает счет. Но в самом начале второго отрезка гости вновь выходят вперед. А еще через минуту Йокерит попадает в штангу. Борису срочно было необходимо перевернуть ход встречи. И они прихватили инициативу в свои руки, что и привело к голу Алексея Маклюкова. 2-2. И у нас все еще впереди. Третий период. Острее начинают гости, создавая несколько очень опасных моментов у ворот Паскуали. Но канадский воротарь справляется со всеми трудностями. У хозяев в этом отрезке встречи было пару опасных моментов, но не более того. И мы вновь увидим в этом финале овертайм. И в овертайме картина резко перевернулась. И уже хозяева площадки завладели инициативой. И бомбардировали ворота Калнинша. Но и латвийский голкипер все трудности принял на себя. И мы впервые в этой серии увидим второй овертайм. Получается, уже пятый тайм приходилось играть командам. И как по мне, скорости, если снизились, то совсем немного. А моменты у ворот тех и других создавались регулярно. И в начале второго овертайма больше преуспели финны, которые, как по мне, просто обязаны были в некоторых моментах заканчивать игру. Но, как это обычно и бывает, атаковали одни, а забили другие. После вбрасывания, шайба удачно была отпасована на Светберга. И тот мощным щелчком поразил цель. Борис забирает пятую игру и вновь ведет в серии. Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина. Начинается на Хартвелл-арене, где весь стадион, переодевшись в желтые цвета, яростно поддерживают своих любимчиков. И Йокерит не подводит своих поклонников, первыми открывая счет. В дальнейшем период проходил в равной борьбе со множеством опасных эпизодов и хорошей игрой голкиперов. Вторую часть встречи острее начинают гости. Они создали несколько опасных моментов у ворот финнов и в итоге смогли отличиться, забив классную шайбу от перекладины ворот Калнинша. После этого Йокерит вновь завладел инициативой. И это понятно, ведь именно они проигрывают в серии и им сегодня нужна только победа. Но после того, как вновь несколько классных шансов было упущено, гости пользуются контратакой, выходя вперед. Естественно, третий период финский коллектив полностью берет свои руки, отправляя миллионы бросков в сторону ворот Бориса. И кажется, что гола не избежать. Но с каждой минутой прошедшего времени надежды таяли на глазах. И на последней минуте третьего периода хозяева оставляют ворота пустыми, после чего гости еще и нарушают правила, давая шанс сыграть Йокериту 25 секунд с преимуществом в два игрока. И давайте посмотрим, что же получилось. Вот один опасный бросок поворотом, но остается 19 секунд. Гости выбрасывают шайбу и уже всего лишь 10 секунд. Опасная передача, но она оказывается не точной. И Борис впервые в своей истории становится обладателем Кубка Гагарина, приводя в восторг своих поклонников и, конечно же, себя. Да, друзья, это свершилось. Я поздравляю всех поклонников Бориса с тем, что эта команда стала чемпионом. Ну а поклонники Йокерита, ну или те, кто просто поддерживал финский клуб, не расстраивайтесь. Это спорт и в следующем сезоне будет все намного круче. А еще все будет, скорее всего, в реальности, а не в виртуальном мире. Хотя и на своем канале я, естественно, устрою для вас что-то подобное. Ну или придумаем какой-то новый классный проект, связанный с КХЛ. Пишите, кстати, свои пожелания для новых рубрик в комментариях, потому что я все их читаю. Пускай вы закидываете огромное количество своих месседжев в мою сторону, я в любом случае ознакомлюсь со всеми. И, может быть, какой-то проект мы действительно запустим на нашем канале. Рукопожатие. Да, успокаивают победители проигравших, но, как по мне, выиграли здесь только мы с вами, потому что мы стали свидетелями этого классного мероприятия. Паскуале становится MVP финала, и я думаю, что это вполне заслуженно. Он весь плей-офф выручал свою команду, и это заслуживает лайка. Действительно, вратарь Бориса очень здорово играл на этом турнире. Я надеюсь, вы это тоже оценили. Ну и, конечно, вся команда из Казахстана сейчас обнимается. Приходится им праздновать свой кубок не при своих болельщиках, но это, наверное, не настолько сейчас важно. Кубок у нас, к сожалению, не Гагарина, а Стэнли. Заменить на графике я его не могу, но, я думаю, тоже ничего страшного. Борис поднимает свой победный трофей над головой, и это невероятно круто. И еще раз поздравляю всех казахстанских болельщиков, которые болели за свою команду, Ставили лайки под этими видосами, писали миллионы просто комментариев, и очень-очень-очень яростно я прям чувствовал через экраны мониторов, как вы поддерживаете свою команду. Это, конечно, приятно. Надеюсь, у вас в следующем сезоне будут полные трибуны на матчах своей команды, и, естественно, всем будет очень приятно находиться на хоккее. А если вдруг и вабончик когда-то окажется у вас в гостях, вы сделаете теплый прием для меня. Что ж, друзья, на этом, наверное, будем заканчивать. Я еще раз говорю всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте в колокольчик, и, естественно, пишите свои комментарии. Это было круто, здорово, невероятно и великолепно. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok